Жители Кохмы – люди отзывчивые и сердобольные. В сезон сбора урожая они думают не только о себе, но и о братьях наших меньших. Третий раз в округе проходит экологическая акция по сбору продуктов для питомцев Ивановского зоопарка «Давайте жить дружно». Остатки урожая с приусадебных участков жители собирают в мешки и относят в машину центра соцобслуживания. Придешь, они вон как смотрят, так и стянутся носиками, чтобы им чего-то дали. То хлебушка, то чего. Они же просят, они есть хотят. Их надо кормить-то. Ведь что-то некое, что у нас выращенное. А куда девать? Лучше уж туда дать. Особенно в этом году много яблок. Их в зоопарке уже не знают, куда деть. Но жители не унимаются. И прежде всего посылкой гуманитарной помощи отправляют именно эти фрукты. Яблок очень много, кабачки, огурцов много было. Конечно, сейчас огурцы почти все. Но капуста вот сейчас уже уродилась хорошая, но треска это приходит. Пускай животные кушают. В зоопарке помощи очень рады и благотворителям признательны. Из раза в раз продуктов привозят все больше. В прошлом году машина была одна, в этом две. Собрали более чем по 20 адресам. Мы сейчас объявили вторую акцию по приему ягод, то бишь рябина, бузина, калина, кабачки, картошек. Это мы с удовольствием примем. Но необходимость связана тем, чтобы как можно больше в осенний период перед зимой животные получили максимальное количество витамина. Сотрудники зоопарка шутят. Мясо для хищников пока никто не привозил. Гостинцы в основном достаются травоядным. Лошади, верблюды, бараны с удовольствием поглощают овощи с грядки. Среди желающих помочь обитателям зоосады есть и те, у кого приусадебного хозяйства нет. Они просто-напросто идут в магазин, покупают крупу, какие-то мясные субпродукты для хищников. Одна бабушка, например, у нас изъявила желание и купила бананов. И сказала, вот передайте, пожалуйста, бананы обезьянкам. Возможно, Кохомскую инициативу поддержат и другие муниципалитеты. В помощи нуждаются не только обитатели зоопарка, но и питомцы приютов для животных. Стать зооблаготворителем просто. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.